всем кукусики с вами сиджи и возвращаемся снова таки прохождению кич хант сколько у нас там по моему монстр оставалось что-то порядка десяти процентов а значит любом случае в принципе ему осталось недолго осталось только нам в принципе его найти а это думаю проблему нас не составит и все-таки в этой серии наконец-таки мы узнаем что же будет мать его дальше да кстати все-таки опа козел опять снова ты здравствует наконец-таки я докупил эту грёбаную смысле на пропал так не это самое не пугай меня козел купил я эту мышку новую которую и в принципе все теперь у нас все замечательно единственное только нету автоприцела и я теперь не смогу стерить но это не так страшно даже если бы я захотел это прям делать ему поставить себе программу которая по центру экрана всякие прицелы ставит или например на крайний случай налепить какой-нибудь кусок пластилина и результат был бы примерно таким же но я не хочу пачкать монитор да и это не столько скилл зависимая не настолько скилл зависимая игра чтобы тут так париться такая то что еще такое допустим это я знаю что такое а вот вот это что мать его такое первые вижу и у нее кстати даже есть типа физика она сама по себе движется но сдвинуть мы не можем взять очень тяжелый предмет ветром и сдувает но мы ее подвинуть не можем странно ладно это неважно так где у нас этот грёбаный монстр ходит вот надо выяснить эту главную так сказать главный этот вопрос и потом уже разбираться дальше так там у нас еще у нас деревья и лес а в этой стороне у нас сука тоже самое ну ладно куда-нибудь мы пойдем так или иначе мы пойдем либо в туман кстати туман надвигается это нагоняет жути и я понял что не надо повышать яркость ладно фиг с вами оставлю на том уровне на котором принцип он есть сейчас я могу даже еще меньше сделать если хотите атмосферы и и тогда будет может быть блин тогда надо будет даже проще видосы снимать потому что черный экран это в принципе не не заставляет еще не составляет какого-то особого труда чтобы записывать просто черный экран так но вот например даже я упает учущество было какой-то мгновенный телефон например даже я вот в такой контрастность контраст как таком контрасте мало чего вижу на самом деле ну вас то понятное дело на монтаже все было ярче но я видел и все равно хреново а сейчас даже учитывая тот факт что я немного все таки в самой игре поднял яркости все равно не очень хорошо вижу поэтому не знаю по моему на ютюбе картинка слишком темная и если я уж ничего не вижу то вы подавно там ничего не рассмотрите не разглядите но ладно пару так сказать видосов в тестовом режиме позаписываем понял я что нет никакого смысла записывать точнее рендерить в том разрешении в каком есть потому что качество в принципе ненамного изменилось а пиксели пиксели похоже дело вся эта размытость на экране это из-за того что у меня стоит самый такой офигенный как мне говорится инвидия кодек их там специализированный который дает возможность записывать без каких-либо фризов и лагов ну не знаю например меня сейчас стоит айш 2 264 по моему называется да этот кодек процессор зависимый но почему-то на этом самом старом древнем кодеке у меня никаких лагов в принципе нет картинка по моему с тем немножечко лучше должна быть по идее потому что сам youtube эту картинку так сказать переваривает а вот тот кодек который предлагает мне nvidia он почему-то вообще никак не с этим не дружит и картинку он выдает мне какую-то слишком страшно поэтому это меня немножечко загоняет искать в угол сомнений и я немного переосмысливаю эту тему чтобы наконец-таки определиться с нормальным кодеком который будет выдавать нормально более-менее картинку не full hd не хотя бы чтобы она просто не была такая размазанная как вот последние мои ролики это мне реально очень сильно пугает так вот где этот монстр куда он ушел по видимо куда-то туда ушел потому что блин я уже иду и в том направлении я ходил там сердцебиение пропало и в этом я иду и он даже не появляется значит он где-то там скорее всего в принципе можно воспользоваться зрением зла но опять же таки из-за того что я не очень хорошо знаю эту местность этот навык не особо ничего не дает вот если бы он шел где-нибудь вдоль реки тогда возможно я бы смог бы определить типа надо идти к реке а так вообще бесполезно на самом деле бесполезный навык да надо будет докупить еще навык второй шанс да как он называется который даст мне вообще там бессмертия практически утверждает так это что такое мне уже ключицы на самом деле в этой игре мерещится ключицы так вот сюда походу зря зашел и отсюда навернусь и больше не вернусь так и прыгнуть да и двигаться фоника так 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 давай нет 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 мы и мы сможем граться братом мы сможем эти отвечают а просто нелепая ошибка которая может привести к смерти на кого то не к моей и в данном случае даже не в данный момент и не в этой ситуации. В любой другой ситуации мы бы, наверное, сдохли, но давайте будем думать о хорошем. О насущем, так сказать. Я вообще не понимаю, куда мог уйти тогда этот монстр. Но он очень быстро передвигается и, возможно, мы просто не успеваем за ним. Но у него там мало хп осталось, поэтому я бы на его месте тоже начал быстрее блоками двигаться, а то иначе сдохнешь. А сдохнуть ведь не все хотят и не каждый хочет. Да, как-то так. Именно так. Не все хотят и не каждый хочет. Опа. Стоять. Блядь, ну не вовремя. Вот ты говно, короче, понял, да? Сука. А интересно, на расстоянии смогу у него... Видели бы мою ружу сейчас, честное слово? Вообще я не рассчитываю. Я чисто наобум. Стои реально думал, ну, хрен-то, не попаду, не попаду. А он упал, прикиньте. А он упал. Так, это чё? Бляаа, серьёзно, что ли? Это какой-то другой проход? Вау. Почему я о нём не знал раньше? Или подожди. Или тот же самый. Дворит тот же самый. А куда эта тварь упала? Она в Бельвель, получается, должна была упасть. Ну, это играли. Но она, конечно же, сказала, иди нахер. И там её не появится. Ну да ладно. Главное, что я попал. А это вот главное достижение, так скажем, на всю эту серию. Где этот чёртов монстр? Я не могу понять. У меня, кстати, патроны заканчиваются. Надо было позаботиться о том, чтобы приобрести новые. В принципе, я могу сходить сейчас к этому торговцу. Но я, я, блин, я, честно говоря, я уже всё у меня есть, поэтому, не знаю, неохота мне сейчас туда возвращаться. Я лучше вот эти пульки потрачу на монстра. Так, а это что ещё за пещера такая? Так, ну-ка, 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 ну-ка. А! Да ты что? Тебя кто закрыл-то, э? Это кто такой? Всё, подожди, подожди. Всё, выходи, выходи. А спасибо. Э! Псина! А чё она даёт? Она меня мог к монстру? Или она его цапнет за задницу, и он сам вздохнет? От бешенства потом. В чём прикол? Мухтар! Рекс! Как себя там зовут? Шарик? Блядь! Их! Меня никто не освободил. Так, свободная собачка достижения. Класс. Хоть что-то позитивное в этой игре присутствует. Так, а чё у нас здесь? Вознаграждение за спасение, да? Взломы и проникновения. Тут какой-то маньяк, посмотрю. Прям, смотрите, если бы не я, эта собачка... А может быть, кстати, в начале игры эта собака была ещё жива, и мы не смогли спасти. Это всё печально. А это хозяин, да? Или чё? Кто вас здесь закрыл? Псы. Грустная история. Грустная. Так, давайте закроем дверь. Чтобы этот ненароком не вышел, а то ведь мы видим, помним, прекрасно и знаем, что здесь творится. Здесь собаки гуляют, но, что ли, которые зомби, которые тварь, паскуды. Всё-таки надо посмотреть, наверное, на зрение зла. А! А! Я не твой. Сегодня я не твой. Уходи, пожалуйста, домой. Грёбаные шептуны. Что-то, знаете, прям в слендеров старых вот этих первых... Первых самых слендеров захотелось поиграть. Мне вот почему-то этот лес прям напомнил, навеял, так сказать. Что за колокольчики? Вы слышите колокольчики? А, это... Часть амбиента. Понятно. Я подумал, знаете, как в этом, в GTA-шке... Ой. В GTA-шке есть, когда только игру покупаешь, там первый, так сказать, квест в онлайне выдается. Типа, найди сокровище. И вот оно прям напомнило. Так, где эта тварь? Был бы здесь реально оптические прицелы, вот классно было бы. Хотя понятно, что это не та эпоха, к тому времени еще не было ничего. Такого придумано. Хотя, кстати, первый прибор ночного видения был придуман довольно-таки. Ара, ну... Я охренел, когда я об этом узнал. Ну, это, конечно, немного другие вещи, но... Ай, снова, сука, здесь шептаны. Ну, это так, чисто к слову. Что... Прогресс-то он был давно. А все, что мы сейчас юзаем, это уже часть этого прогресса, который давно... Давно случился, а... Нам уверяют, что это все новое. Но это на самом деле нихера не новое, а просто модернизация того или иного предмета. Так, где? Ага, отлично. В каком направлении надо бежать? Сюда, наверное, где-то, да. Он опять на горы на свои полез. Вот кавказец, а. Достал уже. Блять! Ты чё? Я думал, я типа, я снайпер, я попала, я ни хера не попала, она еще так резко, блять. Ко мне рванула. Блять, как умереть можно? Игра. Ты чё? Где этот, блять? Жеребец горный. Я так смотрю, это его излюбленное место, очень. Ага. А! Готовь, сука! После всего, что я видел в лесу, стало ясно, что это чудовище было создано могущественной ведьмой, которая поселилась в этих лесах. Я провел некоторые исследования и думаю, что я знаю, как найти и убить ее. Ага, теперь в следующий раз будет найти ведьму. Класс. Ну чё, я забрал немного боеприпасов для тебя. Не забудь забрать их со стола. Да? Слушай, если ты мне за ведьму не дашь больше, то я не знаю, что я с тобой сделаю. Серьезно, тебе лучше об этом не думать. Даже погода согласна своим мнением. Ты охренел, чувак. Так дела не делаются. Так, и чё у меня с хпшкой? Чё у меня? У меня была фулл хп, чё за пиздёшь. Так, медик. Иди сюда. Страшно так инструментами гремит. У меня такое ощущение, что я кибер какой-то. А куда Соня пропал? Только что здесь был. Или может быть этот мэр и есть Соня? Потому что они похожи на самом деле. Так, торгуйся. Иди сюда. Сюда иди. Мне нужны... Знаешь, чё мне надо? Нет, это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо. Второй шанс, во. Если ваше здоровье достигнет нуля и у вас будет 45 ман, вы получите... Вы будете телепортированы, случая эту точку и получится 50 единиц. А, 15 единиц. 45 ман, ещё для этого надо. Окей. Ну чё? Ах-ха-ха-ха. Ах-ха-ха-ха. Подожди. Подожди. У меня есть 350 монет. А-а-а-а-а. Мэр этого сраного. В Затрищинском я не дал никакое задание, вроде как. Ничего мне не дал. А-а-а... Чё мне делать? Я по своей инициативе пойду убивать ведьму? А? Чувак. Ты собираешься сделать это сам? Может быть ты пойдёшь... К этому мужику, лысому. Скажешь, слышь, пирожок. У меня есть гениальная идея. И если я разрешу вообще все ваши проблемы, убью грёбаный источник, который спавнит тут этих монстров, ты дашь мне свою хижину, а сам пойдёшь спать дальше на лавочке. А? Как тебе такая идея? А-а-а! Получить нагр... Хорошая работа! А-а-а! Ну ладно, ладно, 175 мон... Ладно, ладно, я тебя понял. А-а-а... Но я как бы не отказываюсь от своей прошлой идеи. Я всё же тебе предлагаю, давай сделай именно так, чувак. Скажем ему, что в лесу, сука, тварь поселилась, которая генерирует всё это говно. И если я это всё говно убью, ну не всё то, что она сейчас заспавнила, а именно источник этих проблем, то ты мне свою хату, часть этого города и, в принципе, по рукам. Я, в принципе, сам не против стать мэром, а тебе я разрешу спать в церквушке 24 на 7. Может быть, даже тебе за это начнут доплачивать немного, там, не знаю, если у меня, например, лишний день не появится. Ну, как тебе идея такая? Ты, может, даже волосы отрастишь, я тебе серьёзно говорю, чувак, соглашайся, охуенное предложение. Ну, ладно. Значит, что у нас там по заданиям? Выберите предмет, чтобы увидеть описание. Так, ну это мне неинтересно. Текущая задача, отправляйтесь в лес. Хойная задача. Грибы собирать, что ли? Опытный торговец, вы получаете на 20%. Так, мне надо посмотреть у торговца, что там ещё есть, интересно. Может быть, сумеем, так сказать, прокачаться ещё больше. Трейд. Так, торговец. Мне, значит, что надо? Мне, значит, надо увеличить шанс взлома. Берём. Не знаю, зачем, просто берём. Деньги есть. Будем тратить. Опытный торговец. Берём. Ништяк. Идём дальше. Так, чё ещё у тебя есть? У меня 300 монет. Я могу купить вообще всё. Я могу тебя, тварь, купить, чтобы ты больше не выебывался. Так, потом, смотрите, ещё возьмём. Ещё возьмём. Отлично. Улыбшенная регенерация. Что такое? Берём, не знаю. Пускай берём. Пускай есть. Пускай будет. Всё. А теперь, в принципе, всем, ребята, спасибо за просмотр. Следующее время мы пойдём разбираться в следующей серии. Вон, там уже печку начал топить. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok